Итак, жду немножко, чтобы начать, пока инстаграм оповестит. Подписчиков о том, что эфир начинается. Всем добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте. Рада всех видеть. Еще немножечко ждем. Вдруг кто еще присоединится. Полетели ваши сердечки. Очень приятно. Я тоже рада вас всех видеть. Соскучилась. Я тоже соскучилась. Я всегда о вас помню. Всегда жду от вас каких-нибудь весточек про инстаграм и не только. Итак, хорошо. По мере возможности, кто будет присоединяться, присоединяйтесь. И для начала я представлюсь. Вдруг кто-то забыл или кто-то не знал. Меня зовут Кристина. Я тренер по фитнесу, коллеги. Я специалист в области СММ и продвижения в инстаграм. Являюсь экспертом Федерации профессионала фитнеса в этой области. Женщина, мама, все как у людей. Итак, дорогие друзья. Ну что, как ваше настроение? Как ваша середина недели, среда? У нас очень насыщенная неделя. Много работы. Но мы, тем не менее, всегда рады уделить время своим любимым, дорогим подписчикам. Поделиться с ними полезной информацией. Итак, у нас сегодня с вами тема распаковка экспертности. Итак, если будут в процессе эфира. Эфир будет емкий, не слишком длинный. Мы оставим время обязательно на то, чтобы ответить на ваши вопросы. И также в прямом эфире я, кто пожелает, проведу вкратце, не полностью, потому что это очень, на самом деле, такой процесс трудно и временно затратный, как распаковка. Распаковки делаются не в один день. Можно, конечно, в один день, но это нужно очень сильно постараться. Лично я свою распаковку делала два с половиной дня по всем фронтам. Мы с вами поговорим вообще, что такое распаковка. Это не распаковка подарков, хотя это тоже приятное событие. Всем здравствуйте, здравствуйте. Я буду периодически махать, уже не буду отвлекаться на приветственные сообщения. В смысле, в речевой своей части. Мы поговорим с вами, что такое распаковка вообще, зачем она нужна, для чего она нужна, что она из себя представляет и как она может помочь вам в вашей деятельности абсолютно в любой. Да, мы здесь всё-таки в основном все привязаны к фитнесу, но, как правило, распаковка показывает и то, какие у вас ещё присутствуют таланты. Это очень круто на самом деле. Вот история из моей личной практики, из моей жизни. Я делала распаковку в качестве фитнес-тренера. По итогу я стала экспертом в области СММ. Но и также я не бросаю никуда свой любимый фитнес и являюсь экспертом федерации в этой области СММ. Да, то есть я поняла, что мне нравится помогать людям, продвигать себя в социальных сетях. Так вот, потом мы с вами поговорим, какие вообще общие вопросы касаемо распаковки вашей экспертности, какие они по структуре, по содержанию, ваша распаковка. И мы с вами проведём в прямом эфире, кто пожелает выйти, проведём распаковку здесь же. В эфире самого смелого. Может быть, их будет не один человек. Как будет по времени. Думаю, что всё успеем. И также я отвечу на ваши вопросы в конце эфира. Хорошо? Поэтому отключать комментарии я не буду. Если у вас будут возникать в процессе эфира ко мне вопросы, то вы их, пожалуйста, пишите в комментариях. Я потом в конце эфира пробегусь и отвечу на них. Хорошо? Дайте мне огня, если вас устраивает такой режим работы. Или напишите плюсики, огонёчки, смайлики, неважно что-нибудь. Прямой эфир подразумевает, на самом деле, да. Это может казаться монологом, но на самом деле я люблю, когда вы со мной взаимодействуете и откликаетесь на мои фразы, на то, что я говорю, на тему. Мне очень важно, чтобы у нас с вами было такое взаимодействие, чтобы я понимала, что вам интересно. И также, пожалуйста, скажите, как меня видно, как слышно, всё ли хорошо. К сожалению, у нас тут сейчас идут перебои с интернетом, поэтому я включила чисто мобильный интернет без Wi-Fi. И мне очень важно, чтобы вы меня хорошо слышали и у вас была качественная картинка. Я от себя сделала всё, что я могла максимально. Я надеюсь, что вы сейчас мне скажете, что всё хорошо, и мы с вами ворвёмся в тему сегодняшнего дня. Всё прекрасно, отлично. Спасибо вам, что вы откликаетесь. Итак, что же вообще такое распаковка? Мы с вами уже обсудили, что распаковка. У меня здесь лежит перед собой планшет и мой конспект, поэтому иногда, если я пускаю взор в сторону, не думайте, что мне неинтересно смотреть на ваши комментарии. Я просто подглядываю, чтобы не сбиваться с тем. Итак, поехали. Что же такое распаковка вообще? Распаковка это как бы, вот представьте, я вот люблю, кстати, приводить такие примеры яркие и понятные, чтобы у людей вот сразу ассоциации возникали. Вот представьте капусту, да, белокочанную капусту, краснокочанную, кому как обожидается. Вот представьте, сколько у неё листочков, вот у этой капусты, да. И распаковка подразумевает в хорошем смысле снятие этих листочков и как будто бы вот на внутренней, да, сверху мы смотрим, да, капуста вроде белокочанная и всё, она там одного цвета, там, бело-зелёненькая, да, и всё. Но представьте, что когда вы раскрываете листочки по одному, опускаете эти листочки капусты, внутри, на внутренней части написаны ваши таланты, ваши качества, ваши сильные стороны, то, что вы любите, то, что вы не любите, а как вы хотите, о чём вы мечтаете, каких целей вы хотите добиться. И вот на каждом листочке написано что-то, по какому-то пунктику про вас. Распаковка — это как сходить к психологу. И даже больше. Вы узнаете себя настолько, вы откроете в себе столько талантов, знаете, у меня уже немало за моими плечами, несмотря на то, что я в этой нише не так давно, но уже очень много я проводила консультаций различных с разными людьми, абсолютно с любой сферой, да, я помогаю продвигаться не только тренером по фитнесу, но к тренерам по фитнесу у меня особая любовь, потому что я сама тренер, и у меня самой были проблемы с тем, ну как же себя продвигать в социальных сетях. Сейчас мы знаем, что онлайн рулит. В плане даже если вы не ведёте тренировки онлайн, но продвигаться через соцсети вы просто обязаны, если вы хотите увеличивать свой заработок, расширять свои границы и просто масштабироваться, продвигаться, чтобы люди вас узнавали, чтобы вас узнавали другие эксперты. Понятно, да, все мы, не так давно я писала очень такой душевный, скажем, пост, можете заглянуть в мой аккаунт, про то, что нам всем нужно признание, общественное признание, и это так. И я думаю, что тренер совсем не исключение. Фитнес-ниша — это одна из самых топовых ниш сейчас в сети Инстаграм, поэтому все на своём месте, всё круто, всё получится, места хватит на всех клиентов, хватит всем денег, просто изобилие. Просто нужно и важно грамотно себя подавать. А для того, чтобы себя грамотно подать в социальных сетях, вы должны сделать распаковку, потому что без распаковки пока что вы её не сделаете, вы просто не поймёте, что вы хотите транслировать в своём блоге. Это важно, потому что сейчас идёт в Инстаграме, да и вообще... Ну, Инстаграм, сами знаете, самая топовая площадка. Инстаграм даже переплюнул ТикТок на сегодняшний день. Здесь есть все рабочие алгоритмы, здесь можно зарабатывать деньги, продвигаться и всё-всё-всё. Главное — делать всё правильно. И сбилась я с мыслями немножко, ну да ладно, продолжим. Вот, про распаковку, да. То есть вы научите правильно себя позиционировать. Вы поймёте, самое важное, мне кажется, особенно для тренера по фитнесу, вы все знаете, что невозможно всем нравиться, да и не нужно. На каждого тренера есть свой клиент. Например, у меня такая особенная своя харизма, да, я вот такая добродушная. Я знаю, что в фитнесе не положено говорить ножки, ручки, животики и так далее. Но я так говорю. Я могу сказать, да, особенно если я обращаюсь с женской половиной, да, занимаюсь, то мои тренировки такие наполнены заботой о женщинах и нежностью. И поэтому ко мне приходят именно такие клиенты, которым нужна такая забота тренера. Не тот, который, я, конечно, могу и погонять, но у меня немножко вот другое направление, да. И это круто. А кто-то может быть такой жесткой, такой тренер, прям вообще он гоняет, и к нему придут те люди, которые хотят, чтобы их гоняли. Понимаете? Улавливаете нить. Так вот, и благодаря распаковке вы поймёте, кого вы хотите тренировать, каких вы хотите своих идеальных клиентов видеть в своём зале, в своём онлайн-пространстве. А с кем вы бы работать просто не хотите. Это важно на самом деле. Люди идут на людей. В Инстаграме сейчас тренд личности, личный бренд, натуральность, естественность, честность и искренность. Огня. То есть, это прям, знаете, это мой звёздный час был, когда эти тренды пришли, потому что я всё-таки отношу себя к человеку, который действительно топит за честность, за искренность, за настоящесть. Так вот, распаковка бывает в основном, да. Вообще, если вы обращались когда-нибудь, дайте мне, кстати, реакцию. Если кто-то обращался хоть раз к эксперту по распаковке, напишите, пожалуйста, и потом просто сравните, да, то, что какие бывают вообще виды распаковок, уйма, очень много. Вплоть до того, что распаковки придумывают конкретно под какие-либо ниши, да. То есть, например, я нашла свою идеальную распаковку, я проводила несколько, то есть мне проводили несколько распаковок. Я нашла свою идеальную распаковку, да, я там, 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 и из этого всего дела собрала для себя самую идеальную распаковку, которую я использую при работе с клиентами. И вот распаковка, она бывает в основном в трёх аспектах. Распаковка тебя как личности, распаковка тебя как эксперта и распаковка тебя как блогера. То есть твой образ в блоге, каким ты хочешь, чтобы тебя видели. В социальных сетях вы тоже обладаете своими личными границами, поэтому вы транслируете ровно столько и то, что вы хотите транслировать. То есть никто не заставляет выворачивать себя наизнанку. И если вы, например, не хотите освещать свою личную жизнь, то, пожалуйста, вы её не освещайте. Но даже если вы проводите свою, ведёте свой блог в сфере только профессиональной, там тоже есть свои особенные тонкости. Нельзя. Обратите внимание, насколько сейчас понизился рейтинг многих коммерческих аккаунтов, где тупо нету ни лица, где везде, например, если они продают одеяло и одни фотографии одеяла. Я в такой аккаунт даже не зайду, мне неинтересно, потому что мне важно, кто продаёт эти одеяла, как он выглядит, за что он топит, он за экологию или не за экологию, он за натуральные материалы или не за натуральные материалы. Это важно. То есть люди идут на людей. Мы сегодня с вами конкретно больше поговорим про распаковку экспертности, потому что вообще тема распаковки, я говорю, она очень обширная, и мы в один эфир не ложимся даже сделать всю распаковку экспертности. Но разберём основные моменты. Так вот, распаковка экспертности позволяет потенциальному клиенту и для начала даже вам, для начала помогает вам разобраться и понять, в чём ваша компетентность, в чём вы лучшие, в чём ваша экспертность, что вы можете делать настолько вот классно, чтобы клиент пришёл и понял, блин, да мне вот нужен этот специалист. Я вот именно вот так вот и хочу разобраться вот в этом, в этом вопросе. И знаете, какая самая большая загвоздка, когда я сработаю с клиентом и делаю моему распаковку экспертности? Знаете, какая самая большая загвоздка? Догадайтесь? Может быть, накидайте пару вариантов. И может быть, кто-то даже и поймёт. А я пока немножко прочитаю ваши комментарии. Накидайте, если есть версии, с удовольствием почитаю. Так, так, так. Так, вопросиков пока что. Насыщенная неделя. В общем, все-все в работе, все молодцы. У меня, кстати, здесь все, только тренеры присутствуют. Или есть ещё какие-то другие специалисты? Если есть ещё другие специалисты, дайте огня и напишите, с какой вы нише. С какой вы области? Кристи, я с тобой начинала и не закончила. Хочу в этот раз довести дело до конца. Наталья. Наталья, конечно, уже надо довести это дело до конца. Низкая самооценка. И вы тоже по-своему правы. Это имеет место быть. Вообще, я говорю, распаковка — это как к психологу сходить. Кстати, я сейчас получаю следующее своё образование. У меня уже будет третье образование, высшее. Я учусь на психолога. И я вам серьёзно говорю, что распаковка — это как к психологу сходить. Так что, здравствуйте. Я не тренер-астролог. Ага, Катюша — астролог. Отлично. Тоже хорошая, очень сейчас популярная ниша. Катюша молодец. Проходила, кстати, мой курс. Да, смотрите, хорошо, низкая самооценка имеет место быть. Но ещё, если глубже взять, чаще всего на распаковке сам экспертности самый большой затык в том, что человек считает, что он, если он эксперт, то это должно быть что-то сильно вычурное, что-то настолько такое сложное, что вот даже ему сложно понять, в чём он эксперт. Но на самом деле, сейчас услышьте, пожалуйста, мою мысль. На самом деле, ваша экспертность — это то, что вы делаете по щелчку пальцев. Вот так. И при этом вам практически не доставляет это никакого труда. И вы думаете, и вот самый ключевой момент, в вашей голове сидит такая мысль. Блин, я это так просто делаю? Да это, наверное, все умеют делать. Вот это самая большая ошибка. Чаще всего именно наша экспертность заключается в том, что мы делаем что-то очень легко, но на самом деле окружающим людям это очень сложно. Когда я работала тренером, когда я начинала себя только продвигать онлайн, а начала я это ещё делать как раз, как я вообще ушла в онлайн. Всем известный коронавирус, пандемия случилась, и я понимала, что нужно что-то делать. И я начала своими силами сначала какие-то... Очень много я уже курсов прошла касаемо выхода в онлайн, СММ и так далее. С сегодняшний день я прям уверенно знаю, что нужно, что не нужно делать. И я всегда думала, ну вот я тренер, у меня уже багаж хороший, я сертифицированный, дипломированный тренер. Много направлений прошло, много обучений. Но когда я смотрела на тех тренеров, которые уже вышли, да, кто-то раньше, конечно же, вышел. Молодцы, это сделали, они сейчас в топе. Но мы не расстраиваемся. Выйти в топ можно всегда, потому что Крис знает как. И знаете, я думала, ну что я буду то же самое рассказывать там, про те же красивые ягодицы, которые 100-500 раз уже показали упражнение, как их накачать, про эту спину и про то, что там делать, не делать. Ну то есть мне кажется, да, мне казалось на тот момент, что все эти темы уже 40 раз перемусолили. Но самый ключевой и важный момент, знаете, в чём? Даже если эту тему уже 100-500 раз миллионов промусолили, вы человек совсем другой. Вы подадите информацию совсем по-другому. Люди приходят на людей. Ещё раз. Люди приходят на людей. То есть если вы... Вот, да, например, вряд ли бы ко мне на курс пришёл человек, который, например, не любит чрезмерную, да, вот такую какую-то... Я вот, я живая, я эмоциональная, я люблю, когда у меня шевелится лицо, да, когда у меня играют брови. И то есть человек, которого бы раздражала моя манера ведения тренировок, моя манера общения, подачи информации, он бы ко мне не пришёл. Ну, он пойдёт к той, там, девушке-тренеру или мужчине-тренеру, который сдержанный такой солдат, там, да, и чётко скажет по команде. Он не будет глубоко лезть там в душу, да, грубо говоря, как-то утешиться, переживать и так далее. Ну, согласитесь со мной. Если вы согласны, то дайте мне, пожалуйста, огонёчек. Ваши огонёчки дают мне понять, что тема заходит, и вам понятно и интересно. То есть понятно, да? Люди приходят на людей. И да, в принципе, в Инстаграме особенно фитнес-ниша, она самая топовая. Есть три топовые ниши в Инстаграме. Это фитнес, это бьюти и психология. Ну, и туда же относятся эзотерика, психология, астрология, ты-ты-ты-ты-ты-ты. Вот эти все, да? То есть вот это самое. Мы с вами в топе. Тренеры в топе. Поэтому вы думаете, что там, ну, сейчас, мне кажется, нереально придумать какую-то тему, которую ещё никто не осветил из блогеров, да? Фитнес-блогеров, фитнес-тренеров, фитнес-экспертов. Но у каждого своя подача. Поэтому к вам придут именно ваши клиенты, ваша целевая аудитория. О целевой аудитории продолжим, да? Когда мы делаем распаковку экспертности, мы с вами обязательно определяем свою целевую аудиторию. И более того, я вам скажу, пока я не обладала этими знаниями, я не понимала, да что за глупости определить свою целевую аудиторию. Как я могу знать за человека? Но рассказываю, делюсь, как всегда, своими фишками. Самое, знаете, что важное? Какая ваша идеальная целевая аудитория? Условно, в Инстаграме идеального клиента называют аватаром. Так вот, ваш идеальный клиент — это вы сами. Я не просто так в начале эфира вам сказала о том, что вы узнаете в первую очередь себя. И вы поймёте, с какими клиентами вы хотите работать, а с какими — нет. То есть ваш идеальный клиент, по сути, это вы сами. Вы списываете образ своего идеального клиента с себя. И я вам хочу сказать, что пока я не определила свою целевую аудиторию, вот прям от А до Я, не расписывала её под каждую нишу. То есть я же занимаюсь не только СММ, да, я ещё и тренер по фитнесу. Это совершенно разные целевые аудитории. И я их все расписываю. И как только я прописала себе, увидела своего идеального клиента, такие люди ко мне и приходят. У меня практически нет хейтеров в Инстаграме. Потому что, ну, кому я не захожу, пожалуйста, отписывайтесь от меня. Не нужно, невозможно всем нравится, правильно ведь? Поэтому целевую аудиторию свою, спасибо большое за ваши сердечки, всегда нужно определять и начинать её как бы списывать нужно с себя. Понятно, да? В чём вообще заключается ещё, да, распаковка экспертности? Вы определяете, во-первых, вашу компетентность, да. То есть есть специальные такие вопросы, которые вам задают эксперт в распаковке. То есть, ну, например, на сегодняшний день это я, да, я являюсь экспертом в распаковке. Мы задаём, я задаю вам ключевые вопросы, на которые вы должны подробнейшие ответить. Настолько подробнейшие, что вот прям пласт за пласт там себя снимать и писать. Я рекомендую распаковку обязательно делать, прописывать себе. Если вы от руки больше любите писать, то, пожалуйста, завели себе баклот и делайте от руки. Если вы пишете всё в заметках телефона или печатаете в ноутбуке, это нужно сделать. Но ни в коем случае мы не делаем распаковку устно. Это бессмысленный труд, потому что вы не сможете всё это изложить устно, вы не сможете это всё запомнить. Обязательно распаковку мы делаем письменно, электронным письмом, либо обычным от руки. После того, как вы определяете свою компетентность, вы начинаете определять свою целевую аудиторию. Расписываете её по следующим критериям. То есть, например, целевая аудитория номер один. Лучше в идеале описать минимум три целевых аудитории для начала. Кто там попросится ко мне в эфир? Сейчас пока что ещё нет, ещё рано для распаковки. У нас ещё есть время. В конце минут 20 останется. Я кого-нибудь приглашу на распаковочку. Хорошо? Мы с вами определяем свою целевую аудиторию. То есть, вы определяетесь так. Так, моя целевая аудитория. Если вы, например, позиционируете себя как женский тренер, вы, ага, там, первая категория целевая аудитория. Женщины. Полвозраст. Пишем, да? Вот полженщины. Пишем возраст, да? Диапазоны. Потом пишем, чем занимаются. Замужем, не замужем. Есть ли дети. Семейное положение. Где работают, кем работают, какой уровень дохода. Это первая целевая аудитория. Потом вторая категория. Например, может быть, вы тренируете и мужчин. Согласитесь, у мужчин и у женщин разные потребности в тренировках. Абсолютно разные. Более того, я вам хочу сказать, что у мужчин тоже есть свои различные интересы к тренировкам между собой. То есть, там влияет, всё влияет на всё. Возраст влияет на тренировки, пол влияет, род деятельности влияет, состояние здоровья влияет, настроение влияет. Вы, как тренеры, знаете, что когда к вам приходит клиент, и вы видите, что его настроение, ну, мало говоря, приятное, нужно что-то предпринять, чтобы… Ну, я такой позиции, например, у меня был такой случай, я, когда у меня был свой фитнес-клуб, ко мне пришла женщина, да, моя, постоянно на персональную тренировку. Я видела, что она в негативном таком состоянии пребывает, упадническом, и не выспалась, и что-то там в семье произошло. И вплоть до того, что мы вместо силовой тренировки, которая была запланирована, мы с ней просто посидели и попили чай. Денег, конечно же, я с неё не взяла. Вот. Ну, у меня очень такой тёплый климат всегда был между мной и моими клиентами, но и при этом они никогда не хамили, не нагрели, у меня с дисциплиной всё жёстко. Так вот, вы определяете свои целевые аудитории. Далее идёт одно из самых сложных, вы определяете, какие их основные проблемы, задачи. В социальных сетях, в Инстаграме это называется «Основные боли клиента», вы должны их определить и описать. Далее, под каждую эту боль нужно обязательно дать решение клиенту, потому что к вам не придёт человек, если, извините меня, вы не можете решить его боль. Смысл? Потерянное время. Сейчас все берегут своё время, это сейчас самый ценный ресурс – время. Вы даёте план и при этом должны описать пошагово путь клиента. То есть, к примеру, что должен… Вот человек тренируется, нет эффекта от тренировок. Давайте вот вместе подумаем, такой немножко интерактивчик. Кидайте мне варианты, помогайте мне, а я буду помогать вам. То есть, клиент осознал… Ну, не клиент, он ещё не ваш клиент, человек осознал, пусть это будет мужчина, осознал, что вот он тренируется самостоятельно, там ходит на турники какие-нибудь, где-нибудь на стадионе пробежки делает, и он там не худеет, например, никуда не девается его животик. И при этом он абсолютно не разбирается в питании, питается абы как, постоянно у него уровень стресса, и что ещё? И он очень занятый по работе. То есть, у него там тренировки выходят, особенно там, либо поздно вечером, при этом он ещё не высыпается, да? Что ему нужно сделать, чтобы понять, да, что ему нужно обратиться к тебе? Давайте немножко вариантов. Я глотну водички. У меня тоже большая часть клиентов, как я. Вот. Это ваша идеальная цельвая аудитория. Ну, что мы сделаем с этим мужчиной, которого я описала только что? Точнее, что ему нужно сделать, чтобы понять? Расстраивает внешность, не знает, как правильно питаться, высыпаться. Хорошо, вы молодцы, вы в верном направлении мыслите. Но на первых порах, что ему нужно понять, чтобы прийти к вам? Вот именно к вам, который может... Вот вы... Я вам назвала ряд причин, да, почему у него не получается вот прийти к фигуре мечты, грубо говоря, да? Вот, что ему нужно понять, чтобы он стал вашим клиентом? Так вот, самое главное, ему нужно осознать, что сам он справиться не может, что ему нужен специалист, ему нужен эксперт в области фитнеса, ему нужен тренер. Да, что он делает что-то неправильно, ему нужен умнички, молодцы, мне очень приятно, что вы со мной взаимодействуете. Понимаете, когда... Одно дело, когда спикер рассказал и ушёл, и вы забыли, а другое дело, да, я всё-таки как спикер, который подаёт вам информацию, да, я не преподаватель, конечно, но всё равно, да, в каком-то роде я вам преподаю эту информацию. И мне важно, чтобы вы тоже понимали, показать неэффективно всего мне, да, это уже будут ваши действия, да, то есть, но самое перво-наперво, он должен понять, он должен осознать, что сам он не может справиться, что он бьётся об стенку, что он делает действия, которые не приводят его к результату. Так вот, когда вы даёте решение на боли своего клиента, вы должны вот так вот всё подробно ей прописать, что да, окей, вот такие у него есть боли, какой у него путь, осознать, что он не может справиться без тренера, окей, найти своего тренера и прийти к нему на тренировки, купить пакет, там, я не знаю, персональных тренировок, не слинять, это уже ваше будет там взаимодействие с клиентом, да, чтобы он не слинял, вы должны его автомотивировать, да, дополнительно, стимулировать его на свои тренировки, приходить, не пропускать и так далее, да, все мы тренеры немножко психологи, поэтому вот, понимаете, вот так вот мы прописываем на каждую боль. Экспертность, это очень, распаковка сложная такая, вид распаковки очень сложный, но очень интересный, я просто таких слитков выкапываю, когда мы дотошные, я постоянно, почему, а зачем, а почему, а зачем, для чего тебе это нужно? У меня уже бывает такое, что клиент, да я не знаю уже, что делать, и я терпеливо отношусь, потому что я сама это проходила, я знаю, насколько это кропотливый труд распаковать себя как эксперта, мне кажется, даже личность не так сложна, как эксперта себя распаковать. И вот вы описываете вот эту всю, свою, весь путь ваших клиентов, да, ваших целевых аудиторий, и дальше вам нужно отметить, в чем ваше ключевое отличие от других тренеров, от конкуренток условно, да. Я считаю вообще, как бы, я не очень верю в конкуренцию, я считаю, для всех есть все, мир изобилен, вселенная изобильна, но все-таки условно, да, вот есть такой термин и в инстаграме, в маркетинге в том числе, что чем мы отличаемся от конкурентов, в чем наше уникальное торговое предложение. И тут опять же вы заглядываете вглубь себя и начинаете описывать, а в чем же мое ключевое отличие. Если вы, предугадывая вопрос, не можете понять, в чем же ваше отличие от ваших конкурентов, спросите у своих подписчиков, спросите это у своих друзей, спросите, если вы сначала стесняетесь спросить у своих подписчиков, да, вот так выйти на общую аудиторию, хотя я рекомендую выходить из зоны этого комфорта, потому что ваши подписчики вам точно ответят честно. Друзья могут где-то что-то, ну, чтобы не обидеть, да, приукрасить, там, родственник, так вообще вы, там, идеальный человек для них, но спросите у своего подписчика, да, чем я для вас ценна, что вам во мне особенно цепляет и нравится, это вот самое изюм. Вот, вы прописываете свое отличие от конкурентов, да, это же будет являться вашим уникальным торговым предложением. И далее, что касаемо экспертности, вы должны обязательно еще себе пометить, кто для вас является примером, образцом, не то чтобы для подражания, а вот как бы, да, вот смотрит, вот я, например, чем я, да, занимаюсь, если мне, касаемо фитнеса, у меня, там, есть свои любимчики, на которых я смотрю и черпаю от них вдохновение, да, то есть мне есть любимые, там, мастер-тренеры, есть тренеры, которыми я восхищаюсь, и я открыто это могу заявить, и мне, я обожаю делать комплименты, там, женщинам, другим тренерам, мастерам, там, учителям, я вообще очень такой, нескупой человек на комплименты, которые идут именно из души, потому что я люблю восхищаться людьми, я когда распаковываю экспертность других людей, я просто потом, у меня, как правило, все мои клиенты после, они остаются не то чтобы со мной надолго, они уже мне как родные становятся, потому что я их распаковала, упаковала их уже грамотненько и отправила на просторы инстаграма покорять этот мир, и они мне постоянно, вот там, спасибо, спасибо, я восхищаюсь, я слежу за ними страничками, за их страничками, и просто, и в открытую могу написать, вот тут молодец, и вот тут ты молодец, и вот тут хорошо, а вот тут где-то могу дать рекомендацию, чтобы подправить, и где-то в сторис, где-то в видосиках и так далее, да, то есть я, по сути, являюсь наставником, вот, да, сейчас я себе выбрала такую, такое, скажем так, ну, не прозвище, да, скажем, такую свою экспертность определила, что я СММ-наставник, и вот я своих клиентов, даже кто уже прошел мои курсы, ушли от меня, там, выпустились, да, я все равно за их страничками, аккаунтами слежу, наблюдаю за их ростом, и внутри себя там мой СММ-наставник ликует, то, что у них все получается. Бывает такое, что не с первого раза получается, у меня бывает такое, что клиент возвращается и проходит какие-то этапы повторно, это нормально, я тоже, думаете, я с первого раза стала разбираться в СММ, Инстаграм и так далее, нет, я прошла, я с счет сбилась уже, сколько я курсов прошла, и прохожу, и учусь до сих пор. Так вот, и вот самое важное, вы также должны себе описать наставников, учителей, примеров из жизни, то есть это мог быть не только из вашей фитнес-сферы, может быть, вас там вдохновляет, я обожаю, там, Джон Кеха мне нравится, я его читаю, запоем, упоем, книжки могу его читать, и он прям вообще красавчик, да, вот. То есть это может быть не только из ниши фитнеса, понятно, да? Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, пишите в комментариях, я все отвечу. И далее, как я и обещала, у нас с вами все четенько получается, я обещала кого-нибудь распаковать в прямом эфире, кто-то мне уже писал заранее, давайте, маякните мне, отправьте запрос или маякните в комментариях, я вас приглашу, и мы распакуемся. Не полностью, конечно, да, то есть я вам рассказала вот такое всеобщее, это очень кропотливая работа, распаковка, поэтому мы, конечно, распакуемся вот прям чуть-чуть-чуть-чуть, несколько, буквально два-три вопросика задам для того, чтобы вас распаковать как эксперта. Так что, если есть вопросы в комментариях, пишите, я отвечу после того, как распакую сейчас кого-нибудь в прямом эфире. Не стесняемся, я не кусаюсь, думаю, вы поняли уже, какой я человек. Если кто первый раз видит, все равно, думаю, что все ясно, что я не кусаюсь. Ну-ка, кто? Барабанное ядро. Кто ко мне выйдет в эфир, кого будем распаковывать как эксперта. И пока вы настраиваетесь на то, чтобы выйти в эфир со мной, я еще также расскажу о том, что с 4 октября у нас совместно с Профитнес КФД, совместно с Федерацией профессионалов фитнеса стартует марафон. Уже второй поток. Первый поток мы проводили весной, по-моему, да. Сейчас появился запрос провести второй поток тренер в Инстаграм. Поэтому, если вы специалист в области фитнеса, в области спорта, вы спортсмен, вы действующий там фитнес-няшка, спортсмен-бодибилдер, хотите прокачивать свой Инстаграм, себя продвигать в Инстаграм, если вы обладаете каким-то фитнес-бизнесом, то я очень рекомендую пройти марафон тренер в Инстаграм. Ту информацию, которую я даю, она очень актуальная, она с обновлением. Так, кто у нас хотел? Наталья, приглашаю вас. Наберусь храбрости и приглашу... Ага, так, дождите, а я не могу пригласить человека в эфир. Так, кого мне... А, нет, сейчас, секундочку. Так, отправила Наталья тебе запрос, потому что ты, помню, писала о том, что хочешь пройти. Распаковочку экспертности. Вот. Ура! Привет! Привет-привет, Наталья! Слышно хорошо? Отлично! Меня хорошо слышно? И тебя мне хорошо слышно, ребят? Как вам слышно, Наталью? Видно? Всё хорошо? Мне всё отлично? Дайте, пожалуйста, реакцию. Именно те, кто у нас в прямом эфире. Наталья, как у нас слышно? Ой! Нас слышно? Ой! Убежал телефон. У меня тут звонок зазвенел, поэтому я упала чуть-чуть. Ну ничего, мы ненадолго. Итак, Наталья. Так. Вы уже у нас выходили один раз в эфир на распаковку. Я не слышу. Мне сейчас нужно выйти и зайти заново, мне опять звонок помешал. Хорошо, давайте, перезаходите, я вас сейчас приглашу. Я вас приглашу. Так, сейчас, секундочку. Технические неполадочки. Сейчас я ещё раз приглашу Наталью. На такой случай я всегда ставлю режим, чтобы меня не беспокоили. Всё, привет, ещё раз. Всё, хорошо, всё слышно? Отлично. Отлично, Наталья. Ну что, давайте попробуем немножко распаковаться, как эксперт. Хорошо? Итак, пожалуйста, расскажите нам, что вы умеете делать, как тренер. Насколько я знаю, вы тренер по фитнесу. Я тренер по пилатесу, тренер аэро-йога. И сейчас выучилась на новое направление, идёт из Владивостока, коуч-йога. Тоже стала специалистом. Поэтому вот три направления, да. Там работа идёт с девочками 55+, но можно и чуть младше. То есть там идёт работа с телом, с эмоциями, с подсознанием и осознанностью. Интересно очень. Новое направление, я даже не слышала. Новое, новое направление. Хорошо, Наталья. А с какими в основном запросами к вам приходят клиенты? Спина. Что спина? Болит спина. Болит спина. Что вы делаете перед тем, как начать клиента такого тренировать, у которого болит спина? Ну, если я вижу, что это нужны врачи, я отправляю к врачу. А так постепенно с первого дня мы начинаем с ней, с ней или с ним разминку. И начинаем потихонечку, я учу их, как правильно делать то или иное упражнение, как правильно подниматься. Потому что многие поднимаются голову, запрокинули и встают. То есть как правильно ходить и выходить из положения лёжа, сидя, стоя. Хорошо. А откуда вы получили эти знания, как правильно вставать, ходить? Где-то училась в интернете, в инстаграм, в компьютере, где-то, видимо, по интуиции. Хорошо. И ещё такой вопрос. Как вы определяете, что вашему клиенту нужно посетить врача? Ну, он или она рассказывает свои симптомы и говорит, вот у меня тут стукнуло, там звякнуло, там защемило. Я сразу говорю, я не врач. Я могу вас подкорректировать движениями. Если вам сложно, больно, ещё что-то, добро пожаловать к врачу. Хорошо, отлично. И тогда последний вопрос. Какого возраста к вам в основном, большинство, в среднем ходят клиенты? 35-45 лет. Отлично. Это в основном мужчины или женщины? Кого больше? Женщины. Из всего моего опыта приходил только один мужчина, и то, потому что отправила дочка. Но там, вот, там не то, что доктор прописал, там ему надо ходить каждый день заниматься пилатесом. Ну, к сожалению, так получилось, что он перестал, он уехал из города и перестал ходить. Угу, поняла, хорошо. Вы, после того, как клиент покидает ваш питнес-зал, вы с ним на связи или нет? Если я с ним нашла мостик, чтобы я с ним или с ней в основном общалась, и мы распрощались хорошо, конечно, я с ним, с этим человеком общаюсь. Многие, есть люди, которые возвращаются ко мне, походили-походили. Нет, Наталья, мы к тебе. Я говорю, добро пожаловать. Вот у меня девочка родила и вернулась. Родила шестого ребёнка. Молодец, какая. Да, аж круто. Да, она вернулась ко мне и ходит уже третий год, четвёртый, вру, четвёртый уже год. Здорово. Спасибо, Наталья. И смотрите, немножко для чего я задаю такие... Это, конечно, не весь топ вопросов, которые я задаю человеку на своих именно распаковках, да, таких подробных, когда я с человеком работаю, это пример такой. Для чего такие более, да, подробные вопросы, чтобы глубже выяснить вашу компетенцию, чтобы понимать, а сотрудничать, да, есть разные тренеры. Есть те тренеры, которые, например, не прибегают к тому, чтобы отправить своего клиента к врачу, они как бы разбираются в вопросах сами. То есть тут уже ответственность тренера, клиента, и это всё мы это не берём. То есть у вас есть вот такая вот компетенция, то есть вы можете человеку порекомендовать пойти, сходить к врачу. Это ваша особенность, то есть не все тренеры такие, понимаете? Это ваша особенность, особенность вашей экспертности, и это очень круто. Об этом нужно заявлять и позиционировать в Инстаграм в том числе. Спасибо вам большое, Наталья, что вышли со мной в эфир. Я надеюсь, что вы с нами будете на марафоне. Уже на марафоне с вами. Отлично. Буду рада снова вещать вам. Наталья у нас прям постоянный ученик, молодец. Правильно. Спасибо. И тогда до встречи в марафоне. Сейчас я хочу ещё кого-нибудь пригласить и распаковать. До встречи. Спасибо. Откликай. Отключай. Так, мне что теперь нажимать? Отключай. Крестик. Так, ага, ещё на крестик. Крестик у меня наверху. Ага. Так. Так, я, короче, выхожу, потом ещё раз зайду. Хорошо. Итак, друзья, давайте. У нас ещё есть буквально... Да, не буквально, у нас достаточно времени. Я могу ещё так. Виктория, насколько я помню, желала, чтобы я её тоже распаковала. И сейчас я задам немножко другие вопросы, да, по другим пунктам. Понятно вам более-менее, друзья, как проходит вообще распаковка? И почему я называю распаковку? Это как к психологу сходи. Пожалуйста, Наталья, Виктория, приглашаю вас. Вы хотели. Отправляю запрос. Чуть-чуть, буквально ещё три минутки. Я сейчас по целевой аудитории немножко поговорим. И всё, я всех вас отправляю. Привет. Всем привет. Привет, Виктория. Всем здравствуйте. Рада тебя видеть. Взаимно, взаимно. Прям такие сразу тёплые чувства. Наставник, наш наставник, Кристина. Мне очень приятно. Ну, давай мы с тобой немножко поговорим про твою целевую аудиторию. Хорошо? Да. Смотри, пожалуйста, расскажи мне первую группу, кого ты тренируешь, твоих клиентов. Какой у них год, возраст, чем они занимаются по профессии, сколько, ну, семейное положение, есть ли дети, и какой у них примерно заработок. Я поняла. Я поняла. Значит, это в основном девочки, ну, лет 35, за 30, от 30 до 40 лет. Один-два ребёнка имеют, работают, и в основном им хочется подтянуть тело, где-то жирок убрать, то есть, ну, скорректировать формы тела. Вот. Ягодицы, конечно же, да, ягодицы скорректировать, ну, в основном похудеть. В основном подхудеть, вот, и, в общем-то, подтянуть тело, тонус придать телу. И это первая, это первая аудитория. И вторая, целевая аудитория, вторая часть клиентов, это у которых болят суставы. Это в основном уже взрослая часть, то есть, это где-то так за 50. У них болят суставы плечевые, там, коленные суставы, болят потом поясница. Если болит, я всё это знаю, как это восстановить, как это улучшить, там, кровообращение, исцелить. В общем, мы с ними оздоравливаем суставы. Вот. Вот так. Вот такие вот две целевые аудитории. Ну, или, нет, в основном это клиенты, это клиенты, да. Это клиенты, в основном, такие. Хорошо. По первой, вторая целевая аудитория, это прям вообще очень узкий профиль, очень круто, что ты так расписала, что конкретно вот люди, которые обращаются по вопросам суставов. Это прям вообще топ. Вот это прям такое прям, прямое попадание. По первой целевой аудитории мы с тобой разобрались. А, и вот такой у меня возник вопрос. Только ли они приходят к тебе, эти женщины категории 30-40 лет? Ну, 30 лет, да. По вопросам фигуры. Ну, в основном... Может быть, они ещё приходят, у них есть какие-то сопутствующие проблемы из-за того, что у них нет той фигуры, о которой они мечтают. Запросы в питании, по питанию, может быть, да. Да, но у них изначально они хотят подтянуть, там, бока убрать, там, живот убрать, подтянуть, там, на спине складки убрать, там, всё-то подхудеть. И, конечно, параллельно с питанием. Работаем мы с питанием тоже. Советы, рекомендации по питанию, конечно, тоже даём. Угу, хорошо. А насколько у них, они располагают свободным временем для тренировок? Сколько раз они в неделю готовы тренироваться? Ну, два-три. Два-три раза. Кто-то два, кто-то три. То есть, ну, вот так. Они занимаются с тобой только в зале или ещё посредством онлайн-тренировок? Но есть некоторые, которые занимаются онлайн, там, группа уже, свои клиенты онлайн, а некоторые ходят в зал, исключительно только в зал. Им нужен вот именно личный контакт со мной, им нужно личное моё присутствие рядом с ними. Вот, супер, Виктория. Вот смотри, теперь вот эту категорию, получается, мы первую с тобой целевую аудиторию, нам её с тобой нужно разделить ещё. Потому что те, кто занимается онлайн, и те, кто исключительно в зале, это тоже разные целевые аудитории. Ага, поняла. Таким образом, у тебя уже получается три целевые аудитории. Я уверена, что их ещё гораздо больше, их можно бесконечное множество прописывать, да? Мы, конечно же, основные моменты берём, но чем подробнее ты распишешь каждую из своих целевых аудиторий, тем проще тебе будет просто находить своего клиента. Он сам тебе нравится. Поняла? Я поняла, да, да, я поняла. Хорошо, есть какие-то вопросы? У меня? У меня, да, в принципе, нет. Я не ожидала. Мы с тобой же встречаемся на марафоне, да? Ещё раз. Ну, я, да, остаюсь там, остаюсь, остаюсь. Некоторые у нас уже, друзья, проходят по второму и третьему кругу, поэтому учиться — это всегда круто. А СММ — это такая наука, которую бери и делай сразу. Потому что завтра уже будут совсем другие алгоритмы Инстаграма. Да. Не, конечно, на марафоне, конечно, да, мне понравилась всегда твоя поддержка. Как только раз в чём-то не уверен, шаг назад, твоя поддержка, твоё наставничество, оно как бы раз сразу наполняет, внутренней силой энергии наполняет. Так что, да, спасибо тебе большое за твои рекомендации, советы, за твой подход душевный. Спасибо. Спасибо большое. Я очень ценю, что вы идёте ко мне. Это моя миссия, на самом деле. Я точно знаю, что я должна поддерживать людей. Спасибо, Виктория, что вышла в эфир, уделила время. Всё, да. Всем пока. До встречи на марафоне. Всем пока, пока. Сейчас, нет, да? Итак, друзья, ну что, как вы поняли, вот таким образом проходит распаковка. То есть мы с вами, по сути, обсудили только два пункта. Вот теперь вам понятно, почему так важно распаковаться и понять себя, понять, услышать, узнать, познать. И это нужно для того, чтобы вы действительно начали грамотно вещать в своих речах. Даже это не обязательно будет онлайн. Может быть, вас пригласят куда-то выступить. И при этом самый ключевой момент. Вы будете нести пользу людям. Это будет честный энергообмен. Вы будете таким образом зарабатывать деньги на своих тренировках, на своих онлайн-тренировках, оффлайн-тренировках. А вас будут узнавать, к вам будут приходить люди, новый поток клиентов. А вас будут узнавать, вас будут приглашать. И вот таким образом это работает. Если у вас вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Как вам эфир? Понравился, не понравился? Что понравилось, что не понравилось? Особенно. Я напоминаю, что уже с 4 октября стартует марафон тренер в Инстаграм. Теперь вы немного знаете, как это все проходит. Я рассказываю на марафоне абсолютно всю подноготную работу Инстаграм. Про алгоритмы, про то, что работает, что не работает. Что повышает ваши охваты и лояльность ваших подписчиков. Что понижает, что нужно делать, что не нужно делать. Как работают сторис, как работают рилс, как работают ваши посты. А работают ли ваши посты. Я буду все это освещать на нашем марафоне. Поэтому, если вы еще думаете, то рекомендую недолго думать. Потому что еще есть время успеть на наш марафон. Неизвестно, будет ли еще такой поток. Поэтому воспользуйтесь возможностью сейчас. Пишите в директ про фитнес КРД. Прямо сейчас, если напишите. У нас для вас есть очень выгодные условия участия в этом марафоне. Если вы напишите прямо сейчас, мы обязательно вам об этом расскажем. Марафон будет проходить в течение недели. Каждый день я буду вам вещать в эфирах с уроками про Инстаграм, алгоритмы, про продвижение. Про распаковку в том числе. Итак, если вопросов нет, я благодарю вас за то, что вы нашли время, за то, что вы пришли, за то, что вы поучаствовали в эфире. Вот, Анна подсказывает, что завтра последний день льготной регистрации. Поэтому пишите в директ уже сейчас, чтобы узнать и успеть на льготную регистрацию, на самые выгодные условия. У нас несколько тарифов. У нас тариф эконом, бизнес-пакет, вип-пакет. Кажется так, да? Анна, если что, меня поправит. Вот. И на каждом из них есть возможность выгодного участия. Поэтому ждём ваших вопросов, ждём обратной связи. Эфир будет сохранён. Вы всегда сможете к нему обратиться и пересмотреть его. Я благодарю всех за участие. Я благодарю всех тех, кто вышел со мной на прямой эфир для распаковки экспертности, чтобы немножко понять, как это происходит. Я желаю всем хорошего дня. Я желаю вам смелости и понимания, насколько вы цены и важны этому миру. И, пожалуйста, проявляйтесь, транслируйте себя. Ваши люди вас обязательно найдут. Ну а я, Крис, Крис Крылова, таков мой аккаунт. Прощаюсь с вами, эксперт федерации профессионалов фитнеса в области маркетинга. Желаю вам хорошего дня. До встречи. Пишите в директ, узнавайте подробности про марафон-тренер в Инстаграм. Всё. Всех обняла. Пока-пока. Пишите в директ, узнавайте подробности про марафон-тренер в Инстаграм. Продолжение следует...